МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава Богу, что приехал. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Первый Макдональдс появится на правобережье. Со своей продукцией кормить народ. Когда откроется ресторан. Очередь из иностранцев. Пишите! Чего очередь? Какая разница? Какая разница? Прием документов. Люди ждут по несколько часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя «Газели» по факту ДТП, в котором пострадали красноярские дети-спортсмены. Ему вменяется статья о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Тем временем 8 красноярских спортсменов-подростков, которые пострадали в этой самой аварии, вернулись в Красноярск. Накануне их выписали из Искитимской городской больницы. Еще трое ребят с тяжелыми травмами. И второй тренер пока остается в больнице. На перроне юниоров встречали родители, родственники, а вместе с ними и наша съемочная группа. Юлия Бычкова расскажет подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7.35 до прибытия поезда «Москва-Красноярск» несколько минут. На перроне спортсменов ждут родители и родственники. Из 14-го вагона, наконец, начинают выходить дети. Почти все с синяками и ссадинами. Уставшие, но очень счастливые, что вернулись, что живы. «Слава Богу, что приехал. Мне нужны эти соревнования. Слава Богу, что живой, здоровый. Все так обошлось. Все ангелы-хранители нам помогли. Все стояли рядом». Тренер Ольгу Ефимовну встречает сын. Крепился все эти дни. А сейчас вот не сдержал слез. Хотя на перроне сегодня плачут все. Мамы, папы, сыновья. Такой долгожданной встречи после соревнований не было, наверное, еще никогда. После аварии трех дней полных волнений и переживаний. Родители боятся выпустить из объятий своих мальчишек и девчонок. Так ужасно вообще трагедия. А когда твои близкие дети, никому не позавидуются. Мы все это переживали все эти дни. Ну, хорошо, что все так закончилось. Поэтому слезы радости. Все так было получено для родителей. Как ваша Катюша? Катюша нормальная. Легкие ушибы. Всего здорового, слава Богу. Пловцы поехали на соревнования во вторник. Но до Барнаула так и не добрались. Недалеко от Новосибирска в «Газель» со спортсменами врезалась «Хонда». Иномарка выехала навстречу. От сильного удара микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. 11 пловцов, два тренера, водители обоих автомобилей и пассажиров «Хонды» всех по скорой увезли в больницу. Я услышал, что машина тормозит и вбок отъезжает. А потом у меня было ощущение, будто меня кто-то толкнул. Я просто прикрылся и все так случилось. Кирилл почти не пострадал. Об аварии напоминает только ушибленный нос. Но этот день, 14 июня, ни он, ни мама уже не забудут никогда. Стали звонить тренеру. Я говорю, у нас скажите, что все живы, пожалуйста. Она говорит, что все живы. Слава Богу, все. Это я не запомню на всю жизнь. Здесь же, прямо в автобусе, детей осмотрел врач. У семи спортсменов состояние удовлетворительное. У одного – сотрясение мозга. Но всех отправили на дополнительное обследование в 20-ю городскую больницу. Для тех, кто вернулся, сегодня все закончилось. И закончилось хорошо. Но в новосибирской клинике с переломами позвоночника и таза остаются еще трое детей и тренер. Юлия Бычкова, Эдуард Баглай, Афонтова Новости. Добавлю, инициативная группа по-прежнему собирает деньги на лечение и реабилитацию спортсменов-юниоров и тренера, который до сих пор в больнице. Тренеру накануне сделали сложную операцию. Пока ее состояние стабильное, но потребуется довольно много времени для восстановления. В социальной сети ВКонтакте создана специальная группа под названием «Помощь детям-спортсменам, пострадавшим в ДТП». Здесь же указан лицевой счет, на который можно перечислить деньги и помочь пострадавшим детям. С сегодняшнего дня станет известно, что необходимо для спортсменов, для пострадавших. То есть мы заранее сейчас собираем, но знаем, что точно нужны будут эти деньги. Антимонопольная служба встала на защиту владельцев лошадей в Красноярске. Накануне они получили соответствующий документ из ведомства. В нем черным по белому написано, что мэрия своим распоряжением, запрещающим катать нас в кокунах на городских площадях, нарушает закон о конкуренции. То есть, по сути, владельцы лошадей имеют право заниматься предпринимательской деятельностью. Но здесь встает другой вопрос. Все подъезды к площадям и бульварам увешаны знаками, запрещающими проезд гужевого транспорта. Существует этот момент с знаками, регламентирующими запрет проезд гужевого транспорта. То есть, опять же, противоречия, но будем тоже разговаривать с администрацией, как-то уточнять эти вопросы. Дышать легче? Хоть немножко стало? Ну, это, конечно, стало. И приятнее работать, зная то, что мы имеем право выходить легально, не нарушая, не платя штрафы, потому что штрафы при работе в конном прокате тоже, ну, как бы, имеют вес, собственно, в минус уходя, да, говоря, неприятно. 20 миллионов рублей Несельский ЦБК должен выплатить в бюджет Красноярском. Так решил арбитражный суд. Это сумма компенсации затрат на тушение пожаров на комбинате. Этой зимой на территории предприятия тлели опилки. Руководство ЦБК отказалось бороться с очагами, ссылаясь на отсутствие средств и банкротное состояние. Мэрия приняла решение выделить деньги на тушение. Дым от пожаров отравлял воздух, что усугубило экологическую ситуацию. Будет ли исполнено судебное решение – большой вопрос. ЦБК банкрот, и за деньгами нужно встать в большую очередь. Первый Красноярский Макдональдс откроется к концу следующего года. Руководитель строительной компании и депутат горсовета Владимир Егоров сегодня рассказал, что вновь вернулся к переговорам с представителями этой международной сети ресторанов. Пока в планах открыть в Красноярске три заведения. Место для первого уже выбирают. Скорее всего, это будет район предмостной площади. Напомню, что ранее Владимир Егоров уже вел переговоры с Макдональдс и планировал открытие в 2014 году. Но тогда от проекта пришлось отказаться, так как представители компании настаивали на том, чтобы красноярские рестораны использовали привозное импортное сырье. Сейчас удалось убедить, что местные продукты не хуже. Мы опять вернулись к вопросу Макдональдса, чтобы вы знали про это, что я все время говорил. И Макдональдс уже почти нас аттестовал, да? То есть мы будем все-таки строить Макдональдс в Красноярске и будем его со своей продукцией кормить народ. Краевые власти до сих пор не знают, сколько должен жил фонд красноярцам. Примерная сумма – 1 миллиард 350 миллионов рублей. Окончательно долг посчитают в июле-августе, заявил вице-премьер краевого правительства Юрий Лапшин. Напомню, управляющие компании банкроты задолжали горожанам за текущий ремонт многоквартирных домов. Средства на счетах были, но затем пропали. Более того, по словам вице-премьера, владелец жилфонда, компания СГК, пыталась начать переговоры о повышении коммунальных тарифов, заложив в них свои долги. Но краевая власть на это не пошла. Подсчет исчезнувших денег жилфонда – задача сложная, считает Лапшин, потому что коммунальщики не всегда делятся с правительством информацией. Это все еще требуется уточнять, и я думаю, что на это еще времени достаточно много уйдет. Потому что, несмотря на обязанность раскрытия информации, бизнес в конфликтных ситуациях, а мы находимся все-таки в сложенном, если не в конфликтных ситуациях, информацию раскрывают очень выборочно. Поэтому говорить о том, что она прям стопроцентно выверена и подтверждена, мы не можем. Компания по выборам депутатов с законодательного собрания официально стартовала. Голосование назначено на 18 сентября. Сегодня край избирком определил календарь выборов. Так, у политических партий есть 30 дней для того, чтобы выдвинуть своих кандидатов. Кроме того, избирательная комиссия приняла решение проверять все 100% подписи, которые необходимы партиям для регистрации кандидатов. Хотя закон позволял проводить проверку лишь пятой части подписи. Председатель края избиркома Константин Бочаров сегодня обратился к потенциальным кандидатам и посоветовал им изучить выборное законодательство. К сожалению, даже ныне действующие депутаты законодательного собрания, которые принимали этот закон, его не знают. Сегодня был у меня такой депутат, который спрашивал, а как там чего и как. Я говорю, так вы сами принимали. Не читаю. Поэтому прежде всего нужно прочитать действующее законодательство. Разобраться в нем. И потом можно принять участие в выборах. Почти 4 часа люди не могли попасть сегодня в миграционную службу. В 9 утра в здании собралось почти полсотни человек. Образовалась большая очередь. Чтобы не запутаться, люди составили специальный список. Пишите! Что очередь пишите? Какая разница? Что боитесь? Пишите первое. Я пойду первое. А вы еще не прошли? Нет, я не знаю. Я за ней иду. Всем пришедшим нужно встать на миграционный учет или оформить регистрацию. Но сделать это сложно. С 9 утра до часу дня в УФМС не приняли и половины собравшихся, уверяют люди. А в 13 часов в миграционной службе начался обед. Поэтому к моменту приезда съемочной группы людей в здание было немного. Одни ушли на время перерыва, другие и вовсе отчаялись получить сегодня документы. Ведь после обеда инспекторы работают лишь один час, до трех дня. Если я не успею, мне уже не разрешат опять на следующей неделе, пятницу, только по пятницам они принимают. Приехать сюда и что нам как быть? Девушки молодые, есть свободные. Сидели бы здесь, вон пятяк. Они же знают, как работать. Приняли бы нас. Ну, в общем, они всяко-разно. Вот нас игнорируют. В миграционной службе уверяют, что за 4 часа работы они приняли 32 человека. А быстрее работать невозможно, так как многим людям требуется консультация. Некоторые приходят не с полным пакетом документов. Но в любом случае в ФМС пообещали, что сегодня всех примут, даже если это будет после окончания рабочего дня. В течение всего времени, да, отведенного на прием, у нас люди все проходят, то я считаю, что вот эти вот требования иностранных граждан к нам не обоснованы. Люди во время приема приходят, значит, мы их принимаем до последнего клиента, да. Старт приемной кампании ВУЗы. Сколько будет стоить обучение в этом году на популярных специальностях? Расскажем через пару минут. Не переключайтесь. В компании друзей время и Чики-пицца летят незаметно. Чики-пицца. Телефон доставки 2-742-743. Качество Чики круглые сутки. Супермагазин бытовой техники от Видео 2000 предлагает гигантский выбор бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка. У нас есть все. Наш ассортимент вас удивит. Все по низким ценам. Северный, Шумяцкого, 1. Телефон 266-79-79. Салон красоты Пол Митчелл представляет эксклюзивное авторское осветление с увлажняющим маслом марулы. Пол Митчелл – это сильнейшие колористы и технологи марки, которые существят окрашивание любой степени сложности. А также индивидуально подберут средства домашнего ухода класса люкс. Чейндж, ты прав. Немного лета, свободы и очень много мяса. Так этот сэндвич готовят на Кубе и в Мегаполис Барри Пиплс. Пиплс – в центре мировых трендов. Компания «Агросипком» является одним из крупнейших местных производителей молочной продукции и представляет популярную торговую марку «Семёнишна». «Семёнишна» – это вкусные и полезные молочные продукты для всей семьи. Молоко, сметана, творог, кефир, йогурты, сыры и сгущенное молоко. Предприятие работает на полностью модернизированном оборудовании, которое позволяет выпускать продукцию, соответствующую стандартам качества. Продукты торговой марки «Семёнишна» можно приобрести во всех крупных магазинах нашего города. Яркий и талантливый, творческий и музыкальный, молодёжный и спортивный «День любимого города». 24 и 25 июня празднуем день рождения Красноярска. Вас ждёт впервые. Молодёжный парад творчества на набережной Енисея. Концерты гостей фестиваля. Стран азиатско-тихоокеанского региона. И Дня города. А вечером – любимый фейерверк. Партнёры праздника. Радио «Комсомольская правда». Журнал «Телесемь». Российская мультимедийная сеть «РМС». Это новости Афонтовой, мы продолжаем. 20 июня начнётся приём абитуриентов в вузы города. В этом году около 6 тысяч в бюджетных мест примерно столько же будет платных. Выросла ли стоимость обучения и на какие специальности претендентов больше всего, выяснял Антон Шевчук. До того, как красноярские вузы начнут принимать абитуриентов, осталось три дня. В этом году, по прогнозам, поступающих будет больше, ведь количество выпускников тоже возросло. Сдавать ЕГЭ ребята будут до конца месяца. Уже прошли тесты по обязательным предметам математики и русскому языку, а также экзамены по выбору, литература, география. Результаты уже известны. В этом году школьники сдают, в общем-то, не хуже, чем в прошлом году. То есть, по русскому языку и по литературе меньше неудовлетворительных результатов, чем было в прошлые годы. По русскому языку, при этом, правда, меньше 100 балльников. По литературе в прошлом году было два человека, которые получили 100 баллов. В этом году три человека. Но один из них – это учительница литературы, которая пошла и сдавала на 100 баллов, то есть, показав свой квалификационный уровень, собственно. По географии у нас в этом году нет 100 балльников. В прошлом году был один. То есть, это, в принципе, на уровне обычной вариации. В этом году на бюджет смогут поступить около 6 тысяч выпускников. Это каждый шестой. Кому не хватит баллов на бюджет, сможет учиться на платной основе. Что касается стоимости обучения, она, по сравнению с прошлым годом, где-то повысилась, где-то понизилась, где-то не изменилась. Начинается примерно от 30 тысяч за семестр. И максимальная стоимость обучения в районе 60 тысяч за семестр. Поэтому, если сравнивать с вузами Москвы либо Петербурга, стоимость обучения у нас ниже сейчас в 10 раз. При том, что по качеству мы входим в топ-15 лучших вузов страны. В среднем в красноярских вузах обучение стоит около 45 тысяч рублей за семестр. Дешевле всего получить профессию учителя, программиста, пиарщика или социолога. За полгода придется заплатить от 20 до 35 тысяч рублей. Дороге всего получить специальность архитектор и строитель. Затратно будет изучать гуманитарные науки или стать дизайнером. Недешево также освоить специальности космической сферы. Изучать двигатели, летательных аппаратов и ракетные комплексы. Цена за семестр больше 60 тысяч рублей. Ну это очень трудно сказать, какое самое популярное направление, потому что все, в общем-то, пользуются достаточно большим спросом. И технические, то есть ребята, которые технари, которые любят физику, информатику, они, конечно, будут на эти места. Есть ребята, которые хотят стать экономистами. Поэтому все направления экономические, это менеджмент, обычная экономика, программы магистратуры, все пользуются популярностью. Интересы абитуриентов совпадают с требующими специалистами на рынке труда. Сейчас самым большим спросом пользуются строители. Это могут быть каменщики, штукатуры и бетонщики. На втором месте продавцы, торговые агенты и менеджеры. Меньше всех вакансий для финансистов, охранников и подсобных рабочих. Работники образования также не пользуются большим спросом. Антон Жевчук, Вячеслав Казаков. Афонтова. Новости. В Красноярске представители всех политических партий сегодня собрались за одним столом. За сто дней до выборов вместе с политологами и другими экспертами они обсуждали новые правила игры, говорили о своей роли в политической жизни и прогнозировали исход выборов. Так чего же ждать избирателям? Ответ на этот вопрос знает наш корреспондент Станислав Карпович. Знак это или нет, но указ о назначении даты выборов в Госдуму, подписанный президентом, публикуется буквально за несколько минут до начала круглого стола в Красноярске, за которым собрались представители всех политических партий края. За сто дней до выборов они решили познакомиться, поделиться накопленным опытом и спрогнозировать исход выборов. Последний вопрос вызвал наиболее бурную дискуссию. Большинство предрекли серьезное перераспределение сил. Единая Россия, как партия власти, потеряла свою монополию. Из 27 депутатов при 35 мандатах в Горсовете у них осталось сегодня всего 12 из 36. Это был такой закономерный итог, когда в условиях отсутствия конкуренции они не прислушивались к мнению избирателей, не прислушивались к критике, в общем, вели себя достаточно заносчиво. И самоуверенно. К слову, либерал-демократам многие пророчат второе место. Они ссылаются на результаты последних опросов населения, которые проводились 22 мая текущего года, фондом «Общественное мнение». ЛДПР опередило коммунистов по популярности на 2%. И все же, по словам политологов, одной идеологии партии электорату мало. Ставки нужно делать на отдельные личности и их харизму. Потому что это система взглядов, это мировоззрение, это некая картина мира, которая помогает человеку интерпретировать ситуацию, события, найти свой путь судьбы. И поэтому здесь даже политика не была, как говорят, где-то далеко, а люди здесь. Но побеждают те, кто нашел путь к сердцу людей, кто в этой картине мира занял свое место. И здесь кандидату стоит постараться. Ведь по данным последних исследований, которые также приводят политологи, сегодня избирателям движет апатия, равнодушие и неверие в перемены. Станислав Карпович, Михаил Масленников. Афонтова. Новости. «Красноярец» снимает масштабный фильм об истории нашего края. В проекте задействованы почти все местные археологи и историки. Сериал расскажет о том, кто и как жил на берегах Енисея на протяжении 20 тысяч лет. Примечательно, что судьбу этого проекта фактически решил Дмитрий Песков и Константин Эрнст. Дмитрий Пименов продолжит тему. Лев, столь. То есть вот желтая черта должна быть по правую ногу. Бежим не быстро. Вот так на высоких скоростях красноярский режиссер Дмитрий Лазуткин снимает очередные кадры своего масштабного проекта «Древняя история Сибири». По итогу должны получиться 10 серий, которые охватят отрезок истории длиной в 20 тысяч лет. Последний кадр нужно снять уже в конце августа. Закончить монтаж автор планирует за 5 минут до новогодних курантов. Сроки поджимают. Дмитрий говорит, к сегодняшнему забегу он шел очень долго. Идея родилась лет 20 назад. Захотелось рассказать об истории. Сперва это была идея 12-52-минутных фильмов. Потом Николай Поликарпович Макаров с его легкой руки эта идея стала обретать зримые очертания. Он сказал, хватит снимать о духовной культуре, давай материально. У нас черепков понакопано, вон в музее лежит, там чуть ли не 100 тысяч. Работа над сценарием началась еще в прошлом году. За 7 месяцев Дмитрий совместно с красноярским ученым Сергеем Фокиным проштудировали около 2000 источников и списали сотни страниц. А в этом году приступили к съемкам. В поле зрения камеры попали и едва заметные грунтовые могилы енисейских кыргызов, и фантастические могильники афанасьевской культуры, и захоронение времен Карасукцев. Фактически сразу стал вопрос с финансированием. Экспедиции стоили денег. Деньги за съемку просили и музеи. У проекта тут же нашлись покровители – экспедиционный центр Русского географического общества и Центр культурных инициатив. А вот походы к чиновникам мало помогли. Судьбоносным для проекта стал грант Русского географического общества. 20 тысяч лет истории Сибири за 10 серий за 260 минут. Этот презентационный ролик Дмитрий Лазуткин показал в Москве членам медиасовета РГО. Судьбу проекта решали в том числе и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и Константин Эрнст. В итоге проект получил грант. И большая часть финансовых проблем снята. Поддержали проекты красноярские ученые. В сериале так или иначе отметились фактически все местные археологи. Для ученых это был во многом подвиг. Это вот мы привыкли стоять по ту сторону камеры, по эту сторону камеры. А это люди, которые привыкли делать научные открытия. Но не стоять перед камерами и не разговаривать с корреспондентами. И им просто приходилось свои фобии перемалывать. Сейчас почти готовы первые три серии, повествующие о самых древних временах. Впереди экспедиции в Туву, Хакасию, на Алтай и север края. А пока Дмитрий работает в самом центре Красноярска, на острове Татышев. Эти кадры будут использованы для эпизода о расселении человека в эпоху неолита. Почему для этого выбран именно спортсмен, зритель узнает в следующем году, когда все 10 серий будут готовы к показу. Дмитрий Пименов, Сергей Кашин, Афонтова новости. Поучаствовать в съемке фильма, который посвящен 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приглашают красноярцев. Для этого нужно прийти в музей Мемориал Победы до 22 июня, в то время, когда там проходит неделя памяти, и рассказать историю своего солдата, показать фронтовые письма, если они сохранились в семье. Из этих историй смонтируют фильм, который разместят на сайте музея. Также сотрудники просят откликнуться родственников солдат, чьи имена есть на мемориальных стеллах музея. Если у вас сохранились какие-то вещи фронтовиков или документы, приносите их в музей. Затем в Мемориале Победы создадут отдельную экспозицию, где разместят информацию о солдатах. За каждой из этой фамилий стоит судьба человека, который погиб в годы Великой Отечественной войны на фронте. Мы приглашаем родственников рассказать об этих людях. Мы рассказываем в дальнейшем нашим посетителям в формате экскурсии, различных занятий для детей. Также представляем эти материалы в экспозиции. Если кто-то не готов поделиться этими материалами с нами насовсем, мы можем их оцифровать и вернуть родственникам. Пусть они хранятся в семейном архиве. День рождения Международного детского центра «Артек» отметили накануне в Красноярске. Лагерь основали 91 год назад. В советское время поездка туда была мечтой каждого пионера. Вчера в городской библиотеке встретились бывшие артековцы, те, кто в разные годы отдыхали в лагере. На проекторе черно-белый фильм об «Артеке» на столах книги и вырезки из газет, а в руках пожелтевшие от времени фотографии. Это осталось две фотографии. Остальные я сдал в музей Красикова. Здесь меня нет, но здесь есть девочки, которые были в моем отряде. Этим фото уже больше 50 лет. И это самое дорогое, что сохранилось у Ивана Бакина от «Артека». В 63-м 14-летнем мальчишке из Красноярского интерната он попал в «Артек». Путевка досталась за победу в соревнованиях. Оказались в такой сказке. Мы ощущали себя, знаете, инопланетянами. Первая форма, кругом цветы, море. Такое ощущение вообще. Это как путь. Говорили, что пионерия – это планета. Это действительно была планета. Этот лагерь был мечтой каждого пионера. Там советские дети впервые видели море, пальмы и как будто попадали на другую планету. Сегодня «Артеку-91». В день рождения детского центра в маленьком зале городской библиотеки собрались те, кто в разные годы отдыхал в лагере. Мы дети послевоенные. И когда отсюда, в общем-то полуголодные, из Сибири, поехали в «Артек», мы попали в сказку. Это было 45 дней у нас было такое лечебно-оздоровительное. С конца июня, июль, где-то в конце июля, начали августа, мы ехали домой. Во-первых, великолепное питание, конечно, это просто нечто. Вспоминаешь фрукты, которых в Сибири мы многие не видели. Это настолько теплые впечатления, настолько светлые впечатления. Я не знаю, как там намолено место на «Артек», почему там так. Но когда люди, которые были в «Артеке», говорят об «Артеке», они всегда улыбаются. Не улыбаться невозможно. Это теплые, душевные, совершенно светлые воспоминания, это точно. Все вместе они смотрят фильмы, и каждый рассказывает свои истории. Хоть советское детство давно в прошлом, но воспоминания об «Артеке» навсегда остались у каждого, кто однажды там побывал. Пятиметровый крокодил поселился на правобережье Красноярска. Зеленая рептилия обосновалась на газоне УДК 1 мая. Сюда его доставили озеленители Ленинского района. Они закрепили металлические каркасы и начали высаживать растения. Чтобы водный хищник позеленел, понадобилось около 5000 цветов трех видов. К слову, эта фигура уже не первое лето радует горожан. Но практически каждый год специалистам приходится постоянно ее латать. Поэтому озеленители настоятельно просят не издеваться над животным. Ведь на создание одной такой фигуры уходит не один день. Делается дырочка, потом садится растение. Ну, дня два уходит, чтобы посадить одну вот такую фигуру. Садиться, конечно же, нельзя, растения просто погибнут. Фотографироваться рядом можно, только не трогать руками. Если на травку посадить ребенка, погибнет растение. На этом все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14. А также оставляйте комментарии к нашим сюжетам на сайте afontovo.ru или пишите нам в социальных сетях. Все вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Выходные в Красноярске будут теплыми. В субботу, 18 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Ночью плюс 11, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В воскресенье 19 июня ночью 10 градусов выше нуля. Днем плюс 22. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Немного лета, свободы и очень много мяса. Так этот сэндвич готовят на Кубе и в мегаполис-баре Пиплс. Пиплс. В центре мировых трендов. Радио Мир хорошо звучит. Радио Мир. День города. Встречайте на бульваре. Городской фестиваль уличной еды «Бульвар» приглашает рестораторов показать все лучшее, на что они способны. Порадуйте красноярцев вкуснейшими закусками и напитками, которые попадают в концепцию вашего заведения. Расскажите о своем ресторане всему городу. 25 июня. Площадка на острове Татышев с 10 до 22 часов. Подробности по телефону 287-00-99. Организатор фестиваля «Медиахолдинг Юнит Медиа». Соорганизатор «Пул Паблик» при поддержке «Красспорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова